Ну что, ребят, добро пожаловать на 21-й, заключительный этап Формулы 1 на гран-при Абу-Даби. Собственно, Цирк Шепито. Именно так примерно будет называться, наверное, скорее всего, это видео, но вы видите. Собственно, про этот этап я говорил уже в прошлом ролике, называл Цирк Шепито, потому что у нас отрыв, вот, точнее, разрыв между Вильямсами и нами 30 очков в Кубке Конструкторов, что значит, что нам надо добрать 30 очков дублем, и чтобы Вильямсы не приехали на хороших позициях, и желательно, чтобы один финиш был в не очках, а второй не выше пятого. Ну, либо оба в очках, но хотя бы там 9-10, где-то так примерно, то есть им надо добрать в Вильямсе всего лишь там 12-13 очков. Собственно, моя задача состояла в том, чтобы помешать им набрать эти очки, и, собственно, стартовая решетка у нас следующим образом выглядит. На первом месте я, на втором Ван Дорн, третий у нас Сироткин, четвертый Стролл, что уже не очень хорошо для нас. Пятый Ферстаппин, шестой Феттель, седьмой Льюис, восьмой Перес, девятый Ботас и десятый Леклер. Рэдбуллы у нас прошли в третий сегмент на ультасофтах, но Рикярда взял кучу штрафов, я не знаю, сколько он там точных взял, но откатился у нас до 19-й позиции. Макс Ферстаппин у нас с Артурти единственным Рэдбуллом на пятой позиции, я буду просто надеяться, что Ферстаппин придет хотя бы на один пистоп, и хотя бы он сможет отыграть позицию у Вильямсов. Ну а дальше уже, как гонка пойдет, ну точнее, немножко уже заспилили я все-таки, и гонка пройдет слишком грязно. Газ в красные огни, стартует последний этап этого сезона, заключительного сезона в F2018. В первом же повороте меня Пандоран тут же атакует чуть поздним своим торможением, и спокойно уезжает вперед. Старт ТВ-камеры, и да, как вы могли заметить, я сказал, последний этап этого сезона, и вообще в F1 2017, потому что следующий сезон не будет. До следующей Формулы-1 у нас остается всего лишь месяц, и за этот месяц я ничего угодного не придумываю, поэтому будет ждать месяца до новой Формулы-1. Собственно, у нас происходит борьба в Пелотоне позади нас, и двух Вильямсов, из-за которой, собственно, мы вчетвером просто откатываемся очень далеко от всего Пелотона, что для меня немножко, ну, повергает в шок, и немного печалит то, что никто Вильямсов не сможет напрягать. Но меня радует то, что Феррари привезли какие-то обновления на этот этап, и борются с Ротбулом на прямой. Да, у них есть кое-какая скорость, и за счет там еще Слепстрима также уже накатывает и Льюис, и Перес, и причем Льюис тут же втискается между Ротбулом и Феттелем, и пытается их обоих пройти. В принципе, у него это получается, и Ротбул даже теряет позицию по отношению к Феррари, но на прямой Слепстрим уже у Ротбула есть, у Феррари, и также у Переса, который отыгрывает тут же за одну прямую и поворот три позиции. Что очень неплохо для Форс Индии, то есть Форс Индия что-то еще может, все-таки как в прошлом сезоне, и в принципе, да, они могут бороться еще кое-как. Мерседес неплохо себя показывает, то есть очень хорошие позиции, при том, что у них болид как бы считается самым почти плохим только позади них Дутерроса. Ладно, борьба между Леклером и Кимми за место в Феррари, собственно, и Кимми более-менее этот слот выигрывает пока что. Но у Леклера, к сожалению, есть ДРС уже, и, соответственно, он спокойно проходит Кимми, и Кимми уже даже проигрывает позицию одной из Ревенов, вторая уже готовилась атаковать его. Ну, собственно, как обычно, у Леклера с Кимми весь сезон и в конце пилотона, к сожалению. Леклер, в принципе, неплохо проехал сезон, он занимает, вроде бы, шестое место в личном зачете, ну и, в принципе, наверное, скорее всего, там и останется, потому что Вандорн уже никак его не догонит. Вот. Ладно, собственно, прошел Вандорн уже на пятом кругу и думал уже, как нам надо все-таки выиграть этот кумбок конструкторов, потому что, ну, шанс есть, как бы, почему бы и не выиграть. Вандорн пытался меня контратаковать, я в тот момент не задумывался о том, что будет с Виллинсами, но, в принципе, уже в тот момент понимал то, что, как бы, надо что-то с ними делать самому, потому что никто с ними не сможет никак разобраться по-другому. И, собственно, заехал Сироткин в пидстоп. Собственно, первой моей жертвой стал Стролл, который начал тормозить, а потом решил почему-то газануть и въехал в меня все-таки, хотя он мог меня объехать спокойно. По итогу, минус переднее антикроу, но минус стоит на то, что это было, по сути, перед пидстопом, и Стролл потерял мало времени, поэтому это не сильно интересует какое-то преимущество. Да, на пидстопе его чуть дольше будет отслуживать, но итоговое время он все равно отыграет и спокойно будет уже где-то в топ-десятке, в топ-пятерке даже ехать. Соответственно, надо было продумывать план дальше, и план был следующий, потому что надо было помешать уже Сироткину. Но сначала надо было до них доехать, поскольку я выехал в середине пилотона, и надо было пройти все болиды, которые шли как раз на ультрасофте и на стратегии, скорее всего, в один пидстоп. Ну, скорее всего, потому что все-таки, опять же, может быть, они там поедут на ультрасофте в первый отрезок, а потом два гиперсофта поставят, и как-то так может получиться. С Гасли я разобрался без проблем еще до зоны ДРС даже, но с зоной ДРС он, собственно, вообще отлетел без каких-либо проблем. И уже погнал себя за впереди идущим Эриксоном, и также там еще впереди был Хас и Феррари. Собственно, Вандорн тоже прорвался постепенно через эти болиды, которые шли на стратегии другой, но возникали и проблемы какие-то, вот, собственно, Райкенен заблокировал пенни колеса, из-за чего Вандорн тоже потерял время, но все-таки смог опридеть его в шикане. И, собственно, Сироткин уже был на хвосте у Вандорна за счет того, что он заехал на два даже круга раньше, сделал этакий андеркат, и, в принципе, это дало свои плоды. Плюс у Сироткина в тот момент были шины Ультрасофт, а у Вандорна Гиперсофт. Ну, в принципе, очевидная тактика в два пидстопа. Ладно, потом, также еще Сироткин сломал передний текриловый Райкенену, и из-за этого он начал еще откатываться. Потом Вандорн доехал уже до Леклера, который ему помешал его пройти, заблокировав колеса передние, и на обратной прямой с ДРС его тут же проходят и Леклер, и Сироткин. По итогу Вандорн теряет сразу две позиции, а Сироткин, наоборот, приобретает эти две позиции. Ладно, сейчас в какое-то время я догнал уже Леклера, который отстал от этих двух, потому что просто нет темп у их болида на заубере. И я без проблем опять же опередил, также мне повезло, там какие-то болиды уходили на пидстоп. Позади Стролк, который был с основным передним текрилом, воевал, причем жестко воевал, с Ахасами, Мерседесами, Феррари и тому подобными болидами позади идущих. Потому что все-таки они еще не делали пидстоп, и ему надо было как-то прорваться. В этот момент я, конечно, думал, что может быть, там Сироткин, точнее Стролк сможет себе сломать еще кого-то передним текрилом, и мне не придется самолично ему что-то ломать. Но, к сожалению, это не произошло для меня. По итогу Строл проходит уже постепенно пилоту, он уже доехал даже до Феттеля, но Феттель так просто не сдавался с ДРС, он попытался контратаковать Стролу, но, к сожалению, у него ничего не вышло. Все-таки Вильямс, и даже с ДРС, ты не сможешь его нормально догнать напрямую. Он попытался поравняться, но это было бесполезно. Через какое-то время он уже наконец-то догнал впереди идущего Вандорна с Сироткиным, Вандорна прошел еще в шпильке, и уже принялся в погоню за Сироткиным, которую мне надо было догнать любой ценой и остановить, опять же, любой ценой. Конечно, да, если, ребят, вы не любите смотреть грязные гонки, то можете, в принципе, на этот момент перематывать чуть подальше, потому что сейчас начинается самый эпик. Собственно, мой план заключался в том, чтобы сломать переднее декрило Сироткину уже после пидстопа, потому что до пидстопа, опять же, это вышло бы как со Стролом. Я сломаю, но он заехал на пидстоп свой, который нужно было ему сделать, поменять шины и поедет дальше. Опять же, потеряет, там, ну, секунд, ну, 5-10 на пидстопе, не более. По итогу я захал одновременно с ним, чтобы выехать близко к нему или, там, примерно, не посещать время после своего пидстопа. Ну, по итогу, да, получилось как получилось. Я потерял время, за то, что он меня застопил. Меня передел Вандорн и также еще и Ферстаппин, который шел на гиперсофте. То есть, у него была стратегия в два пидстопа. После этого, как я увидел, я понял-то, что, ну, шансов адекватных у меня нету. Неадекватных у меня много, потому что то, что я дальше буду вытворять, ну, это просто требует отдельного видео даже. Ферстаппин я прохожу даже до зоны ДРС, по сути, ну, начинаю догонять с ДРСом просто, ускоряюсь неимоверно по отношению к нему и просто улетаю в точку. Ну, сразу же там на секунду две-три десяток спокойно. Через пару крылов догнал уже Вандорна, попытался опередить безболезненно. У меня это вышло еще напрямую, слава богу. Ну, и погоня за Сироткиным, за кубком конструкторов, так сказать, даже. Собственно, понеслась. Сначала я пытался его вырубить в первом повороте. Это самая неудачная моя попытка. По итогу я выехал широко. Вандор не успел против Сироткина, потому что он отстал. Окей, я решил даже пропустить их двоих. Точнее, даже Сироткин пытался пропустить, но по итогу еще и Вандорн прошел, потому что он был уже очень близок. Собственно, вот как это выглядело с ТВ-камерой. Я просто обоих очень сильно замедлил по отношению к Вандорну, и он смог там приблизиться. Вандорна, опять же, я повторно опередил в той же Шикане, точнее, Шпильке. Опередил его, у меня был еще ДРС, у Сироткина его не было. На разгоне, конечно, Вандорн чуть лучше разгонялся за счет лучшего выхода, но на максимальной скорости у меня было больше скорости. Я спокойно опередил без проблем Вандорна, так сказать. Следующая попытка уже в последнем повороте уменьшалась успехом небольшим. Я сломал ему переднее антикрыло, но мгновенная карма. Бац! Все, Вандорн тоже споврежден переднее антикрыло, и в тот момент я этого даже и близко не знал. Я думал, что все окей, сейчас вот Сироткина я еще раз выдавливаю по максимуму. Вандорн у нас двоих проходит, и все идеально, окей. Я добился своего, я сломал переднее антикрыло ему. Вандорн впереди, продолжил ему ломать дальше. Брейктест как у Строла, опять же, как Строла ускорился и вырезался меня. Потом в шпильке я газанул слишком сильно, чтобы прям в него упереться. Ну и дальше просто, опять же, карма, которая закончилась чуть ли не для меня не аварии. Собственно, я пару раз у него ударился, точнее один, и полетел. Но мне повезло, я не въехал в отбойник. Вот просто, наверное, чудом мне повезло не зацепить отбойник. И еще так четко остановиться посреди поворота и продолжить спокойно дальше ехать. Конечно, у Сироткина лучший выход с поворота, он мне без проблем проходит. Также у него еще ДРС, я попытался опять же в него въехать. Причем, я не сломался ни разу переднее антикрыло, что было удивительно даже. Потому что, я думаю, там уже машинка пережила немало. За весь сезон он столько не переживал, сколько за один этот этап. Ладно, с Сироткиным я расправился. Остался Строл, который уже, собственно, подъехал к Эклеру. И уже после Эклера шли мы с Вандором. Соответственно, меня это тоже не устраивало, поскольку он набирал 15 очков. И это ему хватало выиграть Кубок Росуторов единолично даже. Поэтому, следующий на очереди стал Строл. И со Стролом получилось даже чуточку удачнее, чем со Сироткиным. Собственно, проходим Эклера, так как он успел меня пройти вместе со Стролом. И у Эклера, кстати, стратегия была один пистоп. Вроде у парагонщика только была такая стратегия. Потом прошло очень какое-то время Стролу специально. И уже начал думать, где его выбивать. Это стал первый поворот. Собственно, два удара по пианино-эклеру сломал его. И потом просто его нахрен развернул. Он улетел и чуть не садал с собой с Эклера. Но повезло, в принципе. И только в основном Строл повредил себе пианино-эклеру. Эклера прякнул там в миллиметрах от него, но не более. По итогу, два виллинса были ликвидированы, так сказать, из топ-10. По крайней мере, из топ-6 они точно выбыли уже. Они были там где-то вот как раз в девятые, восьми листа, где-то так. И, в принципе, это более-менее устраивало. Собственно, Вандорн, которого я догнал, который был в 8 примерно секундах. И я эти 8 секунд чуть ли не за круг сбросил. И после этого я понял то, что у Вандорна что-то не так с болидом. И он стал его постепенно напрямую ускорять за счет ДРСа. Потому что он меня не мог догнать с ДРСом. Ну, а мне наоборот в плюс, потому что он, блин, не уступит позицию там Леклеру. И не потеряет там лишние 3 очка. По итогу, опять дубль, третий дубль за сезон. Опять же, в последних гонках. После последних обновлений в Японии. Да, гонка чересчур грязная. Да, я это понимаю. Но на войне все в сердце хорошо. Собственно, как бы это еще раз доказывает то, что в игре нужно удостачать правила вот по поводу столкновений. Потому что, ну, это тоже неправильно. То, что я могу делать такую дичь, просто врезаться спокойно и без проблем выбивать кого угодно. Все. Вот почему бы не делать настройку на там правила. Чтобы они были более-менее приведены к регламенту. То, что тут реально за подобные там судьи могут рассмотреть это и просто меня сразу же дисквалифицировать. За подобные там маневры. Ладно, последний подиум в этом сезоне и в этой части игры. Следующий подиум у нас ждут только уже в девятнадцатой формуле, которая выйдет у нас в конце июня. То есть, в принципе, останется только месяц сейчас и не более. Идеи у меня по поводу формулы новые есть. И, в принципе, пока фишерить их не буду, потому что пока этой идеей, я не знаю, как буду реализовывать эти идеи. Но, по крайней мере, я пытаюсь сделать не как обычному. То есть, не как отъехал этап и там просто этакие комментарии по поводу этого этапа. Собственно, кстати, вот финальный результат. Сироткин приехал седьмым, но этого не хватило. То есть, ему надо было приехать минимум пятым или шестым. Точнее, нет, пятым или четвертым даже. Мы выиграем кубок конструкторов на шесть очков всего лишь. Конечно же, если бы в Бразилии все прошло гладко, и мне бы не пришлось вот так вот выделываться прямо конкретно. Хотя, да, если вспомнить, то в Бразилии я уже начал. Ну, окей, зайдем еще раньше. Если бы Ван Дорн приезжал на адекватных позициях в топ-пятерке, мы бы без проблем выиграли кубок конструкторов как раз-таки ближе к концу. Потому что у Ван Дорна не было никаких очков вообще к концу сезона, вот где-то до Японии. То есть, до этого момента там и было 20-30 очков, и то там в Германии он приехал на четвертом месте, и все, в основном он там в конце топ-пятерке десятки приезжал, и не более. Хотя вот блид, казалось бы, одинаковый, но опять же, как и Сироткин во втором сезоне в начале, он проигрывал много. Ну, такое бывает. После топа я на все деньги адаптирую все детали в шасси. Собственно, по поводу того, что изменилось в рекламе на следующий сезон по итогу, то есть, ну, как распределение сил было, то вот они. То есть, я все адаптировал, виденцы даже умудрились что-то не адаптировать в шасси и в аэродинамике, что меня очень сильно поразило. Ну, ладно, это и дело. На этом, ребят, все, с вами был Вархаммер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и в течение этого месяца я попытаюсь сделать какие-то видосы. Так что, до скорых встреч, пока-пока.